Я уверен, что сейчас никто из вас ничего необычного не заметил, но на самом деле история сделала круг времени. Когда-то давно карьера группы Тату началась вот именно с этого шоу, с шоу 12 злобных зрителей. Здесь такие же люди, как вы, смотрели клип «Я сошла с ума», и после этого события в группе начали развиваться. Сейчас мы посмотрим клип только одной из солисток, Лены Катиной, которая до сих пор пишет песни, снимает клипы. Он называется «Cry, baby». Внимание на экран. Что-то я не ожидала, что сейчас будет камера у меня встречать. Прямо сейчас. Здрасте. Прям Джерри Халливелл. Я даже знаю, в каком приложении это сделано, ребят. Давайте, давайте, стрите. Кстати, песни неопротительные. Да, белые. Джерри Халливелл, 2002-й. Да какой-то Агутин. Даже по песне. Босоногий мальчик. Босоногий мальчик, это был там. Да. В белой комнате. Прямо так захотелось помочь ей. Помогите мне материально. У меня нет денег на клип. Не, ну вообще, вот план, который посередине, он реально приятный. Ну, ощущение, что просто монтировали все в этом приложении. Просто платный аккаунт. Мне сложно, потому что я Лену знаю. Мне очень сложно. Я все равно забуду голосовать, что она не сделала. Да, мне очень сложно человека, с которым я работал, как бы так обложить было бы. У меня отвратительная, на самом деле, на лица память. Надо сказать, что выглядит она очень хорошо. Да. Ну смотри, она на карусинке. Я не могу. Есть здесь, что обсуждать? Так, ну, я думаю, вы не знаете. Я не поспорите. Чума, ты все время тянул руку. Во-первых, идея с тремя кадрами могла бы быть идеальной, если бы развивался сюжет, либо они бы больше сделали акцент на визуалке. Там есть два крутых кадра. Это когда она в худи в красной и с цветочком желтым, и там, где она на карусельке. Если бы они больше добили, какой-то сделали еще несколько таких визуалов прикольных, не просто в траве лежит, тогда бы это смотрелось интереснее. Плюс, если бы они убрали, вот я эти две, извините, просто правда, типа, очень хорошая идея, которая максимально не дожата. Они бы убрали вот эти мелкие штучки и сделали бы, допустим, не три кадра, а шесть. Тогда бы и в разных бы, в шести кадрах развивались бы истории. И было бы прикольно. Я сама так сделаю. Берем на следующее видео. Такое ощущение, что это просто сделали на телефон, ну, то есть они вышли в соседний двор. Тогда они так, наверное, сделали. Да, именно так. Но тут просто я не вижу монтажа, ну, то есть монтаж не про... Это все так и было. Все, клип был снят изначально вертикально, просто на телефон, потом уже перемонтирован там немножечко, и что... Так, нет здесь монтажа, понимаете? Они просто поставили разные кадры, но они периодически выскакивают и пропадают. Они должны работать друг с другом. Когда есть три кадра, они должны как-то работать. Понятно, что... Но все равно же красиво. В самой песне нет ритма как-то такого. Да, но типа в 2004-м это бы сработало как, о, прикол. А сейчас мы просто хотим больше. Ну, вот, да, хорошо, 350 кадров, но я мало, да, мне не хватает. Чума, вот про клип мне с Калин, ты сказала, что он как бы прикольный, что он зайдет всем, да? То есть он зайдет там, типа и нам, и зумерам, и тиктокерам и так далее. Я больше просто музыку не про, прям визуал там. Ну, anyway, да, то есть ты сказала, что там есть какая-то слева аудитория. И вот этот клип, да, то есть вот мне, как человеку, который на тату вырос, как бы он не заходит, честно. То есть я так понимаю, что... Тебе музыка или клип не заходит? Да, это клип и музыка, я тебя умоляю. Ну, а что музыки не так? Что вообще не так в продукте в целом? Да она просто выливает свое состояние. Ну, это просто не модно, и это не иронично, и... Мне кажется, у нее и цели нет быть модной. Ну, да, это просто вот какая-то вот была песня. Клип для себя сняла, в эфир его пускать незачем. Ну, то есть, такое она, знаете, у меня такое возникает ощущение, что это такой сбитый летчик, да? И что она еще может выглядеть, как 14-летняя на карусельке. Единственное, за что хочется ее похвалить, за то, что она, как своя коллега, губы такие не накачала. То есть вот за это, как бы, точно прям респект вообще. Тоже спасибо. Слушайте, ну, она не сбитый летчик. Не сбитый, нет? Ну, нет, но дело не Вентам. Я думаю, что ее цель сейчас не стоит в том, чтобы попасть в супер 50 ротаций и быть на верхах, и все. У нее вот это творчество чисто такое для себя, и прям даже в песне это чувствуется. Она не думает, что стремится попасть в суперчарты. Вентам весь прикол, а ты знаешь, как стихи самой себе. Друзья, давайте, знаете, с чем определимся? Вот Лена Катина – это легенда или просто вот яркая вспышка, которую мы все помним? И, пожалуйста, да, Саша. Давай я скажу. Бомби. Сколько я с Леной работал несколько раз, они обе разошлись очень в разные стороны. Юлия и Лена. Юля, сразу стало понятно, что Юля всеми руками была за их имидж. И она очень хорошо умела его эксплуатировать. А Лена, вот особенно в последних интервью, несмотря на то, что она выступает в клубах типа «Три обезьяны» и «Центральная станция», Лена всегда говорила, что ей было некомфортно. Поэтому сейчас она выпускает вот такие вот уникальные маленькие, как бы, валентинки своим фанатам, потому что она тут и сердечки показывает. Ну, вполне понятно, что это просто такое небольшое видеообращение для людей, которые ее до сих пор слушают. Все-таки 36 лет человеку, да, она, ну, выглядит как бы офигенно и поет, в общем-то, хорошо. Да, так что исполнилось. И вот у нее есть маленькая, но вот такая безумно страстная фан-база. Ну и слава богу, мне кажется, что... Я, кстати, рада. Я хочу добавить тому же Скала Чума. Я, наоборот, дико рада, что она не попыталась сделать какой-то модный саунд и модный бит. И вот эта вот пыжица, как, знаешь, сейчас взрослые люди пытаются там иногда выходить в ТикТок и чего-то там пыжица и танцевать. А у нее есть такой вот ТикТок, кстати. Там вот она примерно таким и занимается. Ну, она таким занимается, я, к сожалению, не видела. Но в этом клипе этого нет, что она вот сделала так, как ей нравится. А не пытается там, я не знаю, шкуру вон лезть, чтобы, ну, сделать так, как сейчас модно. Не знаю, а дело в том, что я прям дичайший фанат тату. У меня были вот эти постеры из молотка, там, из журнала Кул. Вот. Ну, как-то это было позорно во дворе слушать для мальчика, но мне все равно ужасно нравилось. Мне кажется, что я не помню, кто им тексты писал, но не шиповал их, но он просто продюсировал. Но, в общем, вот этого не хватает. Хотелось бы камбэка. Вот. А так ее слушать, ну, просто посмотреть на нее саму приятно, потому что реально хорошо выглядит. Но на Олимпиаде были, нет? Были, были. Это было, да. Давайте проголосуем. Семь злобных зрителей за, пять, против клипа Лены Катиной «Крайбэйби». И сейчас самое главное. Нам нужно выбрать лучший и худший клип этого выпуска. Начнем с худшего. Поехали. Для меня худший клип – это вот не у Юрия Николаенко, просто потому что, ну, совершенно никакой. Там нет ни смысла, ни картинки, ни эмоций, ничего. Поэтому это для меня то, что точно, наверное, не стоит показывать на АМТВ. Худший клип на сегодня. Это Ню, потому что, как говорится, мы уже смотрели три метра над уровнем неба, и все, не будем вспоминать былое. Мне кажется, что худший клип – это, как ни странно, Настя Каменских. Ну, самый худший клип – это твой поцелуй Ню, потому что, ну, сколько можно показывать эти гетеросексуальные драмы бесконечно? Мне кажется, мы все уже устали от этого, сколько можно. Все правильно. Тем более, плохо снятые. Худшим клипом стал Ню. Ну, слушайте, это прям вообще очень плохо. Худший клип, в моем понимании, это был «Твой поцелуй Ню». Он ужасно снят, ужасная музыка, которую совершенно не запомнился, слава богу. Человеку надо остаться, конечно, в кино. Поддержу театральное приседание на белом фоне, это худший клип под названием «Ню» или от «От Ню». «Ню» Юрия Николаенко, просто потому что это ужасно. Худший клип, конечно же, Ню, просто потому что это нельзя показывать по телевизору, это просто чудовищно. Мне тоже не нравится клип Ню, потому что он очень плохой и некрасивый. Худший клип — это клип «Ню», ужасно скучная поделка, на телеке этому не место точно. Один клип хуже другого, но самым плохим клипом, мне кажется, Настя Каменских был. И худшим клипом этого выпуска становится клип «Ню» и «Аси. Твой поцелуй». Теперь давайте выберем лучший. Начнем с вас, Катя, поехали. Ну, лучший клип — это, наверное, все-таки Катя Мяу и «Мескалин», потому что он яркий, классный, там хороший визуальный ряд и песня запоминающаяся. То есть такое стоит крутить на MTV, но все равно у меня еще есть маленький приз зрительских симпатий Лени Катиной, просто потому что это Лена Катина. Лучший клип — это Лена Катина. Наши почтения. Помним, обожаем, присматриваем. Лучший клип — это, конечно, «Мескалин» или как он там назывался, потому что это просто прекрасно. Это произведение искусства. Лучший клип — это Лена Катина, потому что там видно, с какой любовью она его делала. Лучший клип — это Настя Каменских, потому что он один из самых качественных, к сожалению, в этой подборке. Лучший клип — у Ксаны, потому что это жезуха. Катя Мяу, «Мескалин». Лучший клип. Я тоже проголосую за «Мескалин», потому что у меня до сих пор в голове он играет. Лучший клип, конечно, «Мескалин». Лучший клип недели «Мескалин» Кати Мяу. Кати Мяу, «Мескалин», «Посторонняя, вперед». Лучший клип. Лучший клип — это Лена Катина, потому что у нас сердечко здесь. И лучшим клипом этого выпуска, по мнению 12 злобных зрителей, становится клип «Кати Мяу, «Мескалин». Но все это время в нашем официальном паблике ВКонтакте шло еще одно голосование, и наши подписчики выбрали лучшим клип Лены Катиной «Край Бэйм». Это еще не все, друзья. У меня для вас есть один сюрприз. Дело в том, что все это время за вашим обсуждением следила Лена Катина. Лена, пожалуйста. Привет. Привет. Всем привет. Друзья, встречайте. Спасибо вам большое. Это действительно очень случайное видео. Мы пошли с моим менеджером прогуляться во двор. Я гуляла с ребенком. И она говорит, слушай, я тут такие фильтры нашла, прикольные в Инстаграме. В Инстаграме. Да, да, да. Stories. Все увидели. Вот это видео, это на самом деле 200 с лишним файлов stories. То есть 15-секундные ролики. И как-то она вот так и поснимала. Слушай, а прикольно, да, хорошо выглядишь. А давай это, а давай еще где-нибудь. И это действительно было в моем дворе, а потом в ее дворе. Потому что мы решили сделать муд-видео. Вот, то есть это девушка Катя, да, зовут? Вот вы были абсолютно правы. Это вот просто видеонастроение. Оно очень получилось, мне кажется, ностальгическим и искренним. Ну, а нездоровую критику я не воспринимаю. Поэтому ни на кого не в обиде. Всем спасибо. Спасибо, Лена. Друзья, вы смотрели шоу «Дневнадцать злобных зрителей». Пока. Субтитры подогнал «Симон»!